Казанский университет объявил о начале конкурса на соискание медали и премии имени Николая Лобачевского за выдающиеся работы в области фундаментальной прикладной математики. Подробнее о конкурсе в нашем следующем сюжете. Николай Лобачевский – великий ученый, основоположник неевклидовой геометрии, выпускник и выдающийся ректор Казанского университета. Международная премия имени Лобачевского – награда, присуждаемая Российской академией наук с выдающейся работой в области геометрии. Была учреждена в 1895 году Казанским физико-математическим обществом. Она входит в первую десятку самых авторитетных математических премий. В конкурсе могут участвовать российские и зарубежные ученые персонально. На данный момент имеется пять зарегистрированных номинантов, и, возможно, кто-то из них станет лучшим и получит награду. Мы должны проверить, справить опубликованную работу. Когда она опубликована? Она признана ли мировой математической общественностью? А потом, какое она имеет значение для развития самого направления математики, куда относится эта работа, и для ее приложения? Вот со всех этих точек комплексы рассматривается эта работа. А потом еще тоже мы обращаем внимание, не присуждалась ли ранее для этой работы какая-нибудь другая премия. В музее имени Лобачевского хранятся портреты всех обладателей одноименной премии. В новейшей истории Казанского университета тоже есть имена двух лауреатов. Это Ричард Мелвин Шен, профессор Калифорнийского университета, который получил награду в 2017 году, и Дэниел Вайс, профессор математики университета Могила. Он был удостоен премии в 2019 году. Музей первого ректора Казанского университета открыли к юбилею ученого. Тогда, после длительного перерыва, возобновили конкурс. Сейчас премию и медаль имени Лобачевского присуждают раз в два года. В состав жюри вошли представители не только Международного математического сообщества, но и российские ученые. Всего 16 человек. Среди них представители и Казанского университета. Отправлять свои работы на конкурс могут не все кандидаты. Имеют право академические институты и Академии наук, как российские, так и зарубежные. Имеют право университеты, имеют право какие-то крупные организации, научные или научно-технические, которые зарекомендовали себя очень высоко в российском и международном пространстве. То есть самого движения у нас невозможно. Прием работ на конкурс идет до 30 июня включительно. Работы, представленные на конкурс, не возвращаются. Победитель будет определен до 30 сентября. Инжимина Небаева, Универтньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин